Яко Барна? Яко Партнер Сейчас, одну секундочку Хорошо, британская компания по подбору брокеров Я думаю, вы слышали Алексей, насколько я знаю, то вы интересовались заработком на финансовых рынках Правильно, снимаю? Ну да Сейчас, а можно еще раз, я запишу, как вас зовут и компанию, чтобы Яко Партнер Еко Барнет Да, слышу, наверное А, как вас зовут еще разочек? Я вас очень плохо слышу, если честно, повторите, пожалуйста, еще раз А, как вас зовут? Как меня зовут? Да, да А, Татьяна Абрамова Вы где-то в пути? Нет, 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 нет Сейчас не очень Да нет Это не дура, может быть, у вас? Нет, нет, нет Ладно, я поняла Хорошо, скажите мне такое Вы с кем-то сейчас работать начали? Или пока что поиск от ящи компании? Нет, мне звонили два человека И у нас разговор прекращался Скажите, пожалуйста, вам будет удобно поговорить, допустим, по ватсапу? Просто я вас очень плохо слышу, но мне очень тяжело разговаривать Давайте, позвоните мне по ватсапу Хорошо, у вас на этом номере? Да, да О, отлично Спасибо, тогда лучше ватсап Спасибо за внимание Сейчас перенагрю, если вам удобно Да Да? Да, да Да, все, отлично На связи Алло, алло Алло Да, да Здравствуйте Да, да О, так отлично Отлично Теперь я расслышал Ага Смотрите, Алексей, когда я вам первый раз звонила, данные разговоры вы записывались по правилам и политике нашей компании На данный момент, так как разговор идет ватсапе, разговор не будет записываться Вам лучше как, чтобы разговор записывался или вам будет комфортно общаться и так? А мне вообще без разницы, это же как вам больше надо Я вас понял Смотрите, меня зовут Татьяна Афрамова, я старший специалист отдела по подбору брокеров То есть британская компания Angeco Partners Если не слышали, то по вашему желанию я вам отправлю официальную ссылку на наш сайт Сможете ознакомиться Да, да, отправьте, пожалуйста, я сейчас прям посмотрю одновременно Сейчас вы посмотрите, потом, ага, одновременно Или вам лучше будет посмотреть, потом со мной пообщаться? Нет, 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 просто одновременно я буду смотреть и вас слушать Хорошо Так, а скажите мне для начала такое Вы не приступили к работе с предыдущими компаниями, потому что вам условия не подходили или потому что сфера показалась тяжеловата? Нет, потому что, ну вот мне двое звонили товарищей И уже перед самым, так сказать, ну перед тем, как уже перевести деньги, ну там получается, что надо на платформу перевести деньги на свой счет Вот, и перед самым, вот этим переводом я случайно, ну с первым, когда разговаривал, зашел в интернет и увидел отзывы вот о его компании Вот И что? И там на двух страницах было написано, что это мошенники Вот, и после чего... Вы, кстати, где находитесь вообще? Филиал находится в Москве, я сейчас вам звоню из Москвы А, ну отлично Сама наша компания, в принципе, по факту является британской по разработке Нет, я понял, просто, ну вот, он тоже говорит, что находится в Москве Я говорю, ну поскольку, ну, мы с вами не знакомы и тут такие отзывы, говорю, можно я к вам подъеду? Приглашу вас на, ну в ресторан там на полчаса, на обед или на ужин, чтобы мы вместе активировали счет На что он отказался и поэтому у нас не получилось далее сотрудничество И второй тоже самое Позвонил, сказал тоже в Москве Я говорю, я недалеко нахожусь в центре, у меня офис в центре Вот, я говорю, подъеду на полчаса, говорю, вот Приглашаю вас пообедать Я активирую счет, говорю, проблем нет Я говорю, я вам еще денег дам, чтобы вы управляли ими сами Потому что, говорю, мне Ну, мне интересна эта тема, как бы Вот, и на что он тоже отказался И поэтому, поэтому наши вот разговоры на этом и закончились Поскольку очень много, ну, отзывов негативных о том, что это мошенники, вот Хорошо, я вас понял Алексей, с вашего позволения Можно пойти не по структуре разговора, как у нас в компании заведено А на дружеской ноте объяснить вот эти нюансы, которые вам не понравились в предыдущей компании? Да, да Или вам лучше по порядку? Ну, без разницы, как вам удобнее, мне все равно Хорошо, смотрите, ну, начну, наверное, из того, что у нас, например, вы в офис не сможете подъехать Если активация счета у вас идет на международный стандарт минимальный Если у вас сумма идет от 5000 долларов, тогда да, личная встреча возможна Но это будет, опять-таки, не на территории офиса, а где-то возле офиса И это будет, ну, как, почему не на территории офиса Потому что на данный момент карантин И у нас офис, чтобы попасть Нас 350 раз продюсцируют, это маски, это, ну, и так далее То есть большое скопление людей Понятное дело, в офис вас никто просто не пустит из-за карантина Вот В КП, да, встреча, конечно же, возможно Только, ну, если мы говорим не о тест-драйве А непосредственно о большом капиталовложении И второй пункт, это Не имеет права ни аналитик, ни я, ни кто-то из компаний Управлять вашим счетом У нас это запрещено У нас люди работают только сами Нету доверительных отношений с аналитиком Такого у нас нету То есть если подписывается договор То это договор на долгосрочные отношения с аналитиком Если вы хотите работать Так как у вас, получается Он несет ответственность за предоставленную им вам информацию Вот, тогда, да То есть это регуляция уже идет Это вы контракт подписываете на долгосрочные отношения Но если вас интересует ознакомление Обучение Ознакомство с аналитиком Так сказать, пошаговая инструкция По работе на платформе То это другая история Вот Что вы мне на это скажете? Мне дальше стоит вообще объяснять Политику компании Правила работы Регулировку и так далее Или вам на данный момент Теперь неинтересно? Да нет Мне интересно наоборот То есть Можно и пять тысяч забросить Так сказать Проблем никаких нет Мне Я же понимаю Ну, я насколько понял Что если я пять тысяч на свой счет отправляю То Это не значит, что я обязательно все пять тысяч Пускаю, так сказать, в работу Я могу Не-не-не-не, конечно нет Вот Поэтому Поэтому у меня как бы в этом Она же сказала А вам никто не позволит этого сделать А, ну вот Поэтому можно и пять тысяч отправить на счет Просто мне главное Вы же в Москве Вот я, допустим, могу с вами На полчаса в ресторане увидеться Мы положим пять тысяч Ну, отправим на счет мой И тем самым я просто Ну, пойму, что Мне просто вот эти по телефону разговоры Они не очень понятны Я, ну, как бы человек Знаете, как в бизнесе, в коммерции Там все встречи решают Поэтому мне вот эти телефонные как бы звонки Они не очень понятны Ну, когда можно вот так прям все Полностью по телефону делать Вот Тем более, когда Ну, два Две страницы, там три страницы Пишут, что это мошенники, мошенники, мошенники Сами понимаете, что сейчас такое время Что это опасно делать Поэтому, если вы готовы Сейчас, одну секундочку, Татьяна Если вы готовы на полчаса со мной встретиться Сегодня или завтра Я подъеду Вы увидите серьезность моих намерений Так сказать Увидите, ну, автомобиль, на котором я подъеду И так далее То есть, ну, я думаю, у вас не будет никаких сомнений По поводу меня Вот И Да С какой стороны Для того, чтобы вот видеться, да И обсуждать более крупные суммы Нежели тест-драйв Который предоставляет МИФИ-2 Регулировки То мне нужно реально понимать Даже хотя бы по телефону Плюс-минус для себя Потенциальный вы клиент или нет Почему так говорю? Потому что бывают ситуации Когда приезжают на Тесле Причем не самого дешевого формата Да, с тех электрокаров Которые подороже А потом просто сливают свой счет за неделю Не слушая аналитика Либо же требуют за свои деньги Чтобы аналитик управлял их калкаунтом Хотя по законодательству Я бы сказала Союза по директиве Это не позволено Также бывают люди Которые азартные Также бывают люди У которых нету Системы безопасности Банкерских данных То есть мы с такими людьми По факту не работаем Поэтому Хотя бы для начала Я должна понимать И как бы Усведомлять для себя Потенциальный вы клиент К заработку Или нет Это первое Второе Есть момент Опытный человек Или нет То есть ранее У вас был какой-то опыт На финансовых рынках Или нет Почему я это спрашиваю вообще Потому что Если у вас был опыт ранее То тогда вы можете Приступать непосредственно К работе А если у вас опыта Не было никакого То есть ни малейшего Даже на поры В какой-то другой компании Таким методом Вы вообще не понимаете В этой сфере И вы будете направлены Только на тест-драйв Чтобы посмотреть Как это все происходит Так как Принимать решение С горяча Не зная Что это за сфера Это неразумно Вот вы как На данный момент считаете Ну я Я понимаю Что я Буду действовать С Так сказать Ну По согласованию С аналитиком Поэтому Я Поэтому не переживаю За свои деньги особо Я насколько понял Вот Что я Буду действовать Буду действовать По согласованию С аналитиком Как бы Это на ваш выбор Ну Ну Работайте с аналитиком Также смотрите Есть возможность Подключить робота Что не советую Но Как вариант То есть Компания Это предоставляет Там Меньший процент Доходности Там Получается Меньший спред Знаете Что такое Спред Или нет Без понятия Первый раз У вас не было Нет Нет Не было Хорошо Ну давайте Хотя бы Такой маленький Маленький Тест драйв Для начала К примеру Вы знаете Что такое Компания Pfizer Да я Без понятия Смотрите Данная компания Участвовала В соревнованиях По разработке Вакцины Это британская Фармацевтическая Компания Ну Изначально Скажу Что Мне на эту Вакцину Совершенно все равно Почему я не вспоминаю Потому что я знаю Что я на этом Могу заработать Каким образом Вот соревновались Много компаний Но компания Pfizer Презентовала То что Вакцина Действительно Их На 96% А остальные Компании Вот даже Очень крупные В мире Там Американская Компания Johnson & Johnson Тоже очень известная Дорогие Акции у них И так далее То есть Крупный такой Игрок У них 90 То есть Компания Pfizer 96% Акцина Действована То есть Как вы думаете Капитализация Компании Будет Расти Да Да Хорошо А акции На этом фоне Тоже будут Расти Или Они будут Падать Тоже Расти Да Тоже Совершенно Верно Хорошо Ну таким образом У нас получается С 200 долларов Мы сегодня За торговую сессию И тогда Я вам говорю О минимальном Мы заработаем Где-то 35 долларов Для вас Как вы думаете Такой процент Доходности Он Ну адекватный То есть Принимлемый Или это Очень мало Мне Татьяна Мне главное Чтобы деньги Работали Ну у меня Есть небольшие Ну Относительно Небольшое Количество Денег Которые Я могу Так сказать Ну я так понимаю Это называется Инвестировать Вот И Мне главное Чтобы вот Они у меня Работали Денежки Хоть там 30 процентов Хоть 50 Хоть 100 Но чтобы они Мне давали Копеечку Приносили 50 это вы сказали 50 это на криптовалюте Разве что можно А это В месяц В месяц Или в год Что Вы говорите 50 это много Некоторые говорят Что мне звонили До вас Говорили Что они 20 в месяц Процентов Предлагают Мне зарабатывать А вы 20 процентов Да Это вполне реально Я имею ввиду За краткосрочные Сделки Смотрите Бывают краткосрочные Бывают долгосрочные То есть Краткосрочная Срочная сделка Это допустим На компании Пазель Компания Сегодня будет Зарабатывать 30 процентов Доходности От одной сделки То есть Допустим Ну лично у меня Счет Постоянно висит На 10 тысяч долларов Почему 10 Потому что Компания наша Не позволяет Чтобы у сотрудников Была большая сумма На другом счете Понятное дело Нас контролируют Потому что Занимаемся Этим Непосредственно За рабочим Компьютером На работе То есть У меня процент Доходности 10 тысяч долларов Складывает За сегодняшний день 30-31 Процент Вот Это Крупная сделка Одна из крупных В этом году Так же Как Месяцем ранее Я хорошо Заработала На компании По разработке Процессоров Тоже Будут работать Насколько Хорошо Они будут работать То есть Сегодня Получается Можно заработать 30% За 30 минут Времени Пока будет Идти торговая сессия Но если у вас Мало времени Я так понимаю У вас мало Времени Ну Да Мне особо Как бы Ну Вот Прямо Сидеть Целыми днями Этим Некогда Заниматься Конечно Самому Вот 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 Допустим Долгосрочные Отношения Это Например Вот Было Золото Там 1200 Долларов За троицку Унцию А на данный Момент Там До 2000 Долларов За троицку Унцию То есть У вас Два месяца Полежали Деньги На вашем счету Вы открыли Сделку Через два месяца Вам звонит Аналитик И говорит Так Через неделю Мы закрываем Чтобы вы просто Были в курсе Вы закрываете У вас Уровень доходности За два месяца Плюс 70% К вашему торговому счету А бывает Такое Что В марте Месяца Этого года Может Слышали Может Нет Не знаю Вообще За на всеми Смотрите Или Не особо Ну Я Как бы Занят Ну Нет Честно говоря Вообще Не слежу Я работаю Поэтому Ну В общем Каждого свое задание Да 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 Вот В марте Месяца Биткоин Например Стоил 10 тысяч долларов За биткоин За две недели Он повысился До 18 тысяч долларов За один биткоин То есть Кто-то За месяц С 10 тысяч Реально Заработал 8 То есть Какой это Уровень доходности Это 80% На минуточку За один месяц Ну Такое Есть Но Не всегда И смотря на чем Смотря с какой суммы Смотря на сколько времени Это все индивидуально Как происходит На нашей компании Если допустим У вас мало времени Но постоянный выход в интернет То Вы говорите Допустим У меня Суббота Первые полдня Если будет какая-то Торговая сессия На полчаса Вы можете мне набрать В таком случае Аналитик Убирает Лучшую Торговую сессию По процентам заработка И предоставляет Вам информацию Если вы согласны Вы открываете сделку А у вас Недостаточно времени Или еще что-то Не открываете сделку То есть Все зависит от вас Также Вы можете Открыть Долгосрочную Сделку И Как бы просто Получать Как проценты То есть Вы можете взять Облигацию А не акцию То есть Облигация Это на долгий срок И вы получаете Дивиденды А не разницу У покупки Продажи То есть Это сделать можно Это не тяжело Но У вас опыта Не было То есть Во-первых Вам по-любому Нужно Работать только С аналитиком Потому что Сами вы ничего Не поймете Я думаю Вы с этим согласны Правильно? Так я так и хочу Вот И второй момент Я бы лучше Вам рекомендовала Неделю Побыть на тест-драйве То есть Что это значит? У нас есть такой момент Что тест-драйв Это в зависимости От того Сколько хочет человек То есть Это момент Когда вы Активируете Свой счет На минимальную сумму Это 200 долларов Почему так? Потому что Вы активируете сумму На 200 долларов Вы задействуете По риск-менеджменту Только 10% С общей суммы Только 10% Да Вы толком Ничего не заработаете Там какие-то Пару долларов Наверное Но Вы видите Как это работает Вы поняли Как открывается Как закрывается сделка Вы поняли Что за человек-аналитик Вы с ним познакомились Второе Потому что аналитик С вами точно встречаться Не будет Понимаете? Потому что Ему это незачем Он на трубке Реально может заработать Человеком онлайн Намного больше денег Чем при встрече с вами Вы ему просто Не оплатите это время Это я Могу с вами встретиться Потому что я зарабатываю Не больше 15 тысяч долларов А он зарабатывает Намного Намного больше Смотрите И получается Вы видите Сколько времени У вас ушло Сколько при этом Вы можете заработать Ну в процентах Какая бы сумма У вас была Потом То есть Это у вас займет Буквально час Торговой сессии Чтобы вам все Объяснили Показали И первый раз Вы заработали Потом Для того Чтобы вы Как бы нам уже Начали доверять Вы понимали Что это работа Что компания Надежная Что вы делаете Сразу же Вам сразу Показывают Где вывод средств Чтобы потом У вас не возникало Вопросов И так далее Чтобы вы понимали Что вы водить средства Вы можете в любое Время суток То есть 24 на 7 Но в некоторых Компаниях Я не знаю С кем вы там Общались Саня Вы вообще Помните название Компании Да Ну кто там У вас был Что-то там Газ Этот Инвест Называется Газпром Инвест Холдинг Первый Вот Потом Потом Но вы же не начали С ними работать Да нет Не начали Он говорит Что находится В Москве Я предложил Говорю Давайте встретимся И Не Слушайте Газпром Инвест Холдинг Мне уже Рассказывал Из-за них Это Несуществующая Компания На минуточку Газпром Такое понятие Есть И даже На газпром Акциях Можно зарабатывать Но компания Данная Не существует Я понял Миллер Миллер Это Не Инвестиционная Компания Учредитель А Самой Компания Газпром Так А вторая Какая Вторая Вот Вторую Не помню Я вас Поняла Вот К чему Вела Что Вывод В некоторых Компаниях Происходит С понедельника Под датницу То есть По рабочих днях У нас Такого нету Почему Потому что Наша компания Регулируется Европейским Союзом 2007 года Под директивами Мефит 2 Если хотите Могу сбросить Как называется Директива Чтобы вы могли Оснакомиться Если для вас Это интересно Будет Вот Поэтому Вывод Свет Круглосуточный Так как Работаем Со всем Миром И Как бы Рабочие Нее У некоторых Стран Есть и В субботу Одну секундочку Одну секундочку Позже Позже Передайте Что я перезвоню Позже Позже Алло Алло Да 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 Татьяна Да Алло А вы вообще С какой сферы Вы сами Ты работаете Ну я Производитель Я Небольшой Производитель Вот А что Производите Если не секрет Вот Я Я Я по телефону Не хотел бы Просто Я поняла Вот Татьяна Давайте Знаете Как Я вам Могу Предложить Такой вариант Ну Мы Можем Забросить И пять тысяч Долларов Послушайте Послушайте Сейчас 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 Секундочку По политике Компании Не разрешено У вас опыта не было Нет Нет Послушайте То что я сейчас То что я понял Если я не понял Неправильно понял Вы мне то поправьте Потом То есть я Так думаю Что я могу отправить Пять тысяч Долларов На свой счет Вот Но Использовать Как вы говорите Пробный Вот этот Двести пятьдесят Долларов Пробовать Но На счету У меня будет Пускай пять тысяч Которые я смогу В любой момент Ну Если мне не понравится Что-то В крайний Момент Я могу их Обратность Ну как бы вернуть Правильно Вот И проблем никаких нет То есть По Согласованию Согласованию Вот с аналитиком Я бы попробовал Поработать То есть Я хотел бы В результате Я хотел бы Все-таки Вот Ну пригласить вас Вот на полчасика Пообедать Или поужинать Я вам обещаю Вы в любом случае Ничего не потеряете То есть Я вас и поблагодарю За эту встречу Там Вообще без проблем И плюс У меня будет Просто гарантия Я сейчас не хочу Выяснять Какая компания Там Выяснять Там Какие-то там Юридические моменты Потому что Ну я Человек бизнеса Я знаю Там Какие-то Требуются проверки Вот Поскольку Для меня важно Контакт Контакт Ну вот допустим Мы друг с другом Встретимся Вы мне все За полчаса Объясните И проблем никаких нет Так Алексей Давайте напрямоту По факту Что я могу Со своей стороны Предложить Встреча Вы поймите Меня тоже У меня маленький ребенок Еще Я вас не знаю Мы лично не знакомы Я вообще не представляю Что вы за человек И из-за того Что я работаю В данной компании В данной структуре Это такая сфера Когда Ну вот реально Можно Можно попасться Понимаете То есть Из-за того Что я располагаю Информацией Люди всякие бывают И может просто-напросто С меня что-то хотят Вытащить Вот так же У нас запрещена В офисе Видео и фотосъемка Как думаете Почему Татьяна Я честно говоря Не знаю Мне честно говоря Это вот немножко Ну сейчас вот Даже Не хочется мне об этом говорить Если Это для вас проблема Тогда просто Наверное Нам Мы не подходим Друг другу Потому что я Ну Привык Как человек бизнеса Общаться Своими партнерами Я понимаю Вот знаете Как Я сейчас Я сейчас вам Татьяна Послушайте Татьяна Сейчас одну секундочку Вот смотрите Вот у меня Партнеры есть По бизнесу Да Которые Не то чтобы Я упрашиваю Да Там встретиться Они только счастливы Показать свою Как бы Свою надежность Свою Вот Поэтому Подождите Да 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 Это совершенно Не та сфера Смотрите Вы знаете Ситуацию с МММ Люди встречались Договора подписывали Руки жали Так В самом итоге Человека посадили Организатора Люди потеряли свои деньги Но при чем здесь Нет Ну кто-то потерял А кто-то Татьяна Кто-то потерял А кто-то вернул Не обрел только тот Да ну Ну как Кто-то возвращал Нет Его посадили Деньги Деньги улетели Вместе с ним Люди остались без ничего Вот этот тебе и договор Вот это тебе и контракт Вот это тебе и руки пожали Так А люди-то почему приносили Татьяна Потому что у них Они видели Что эта организация существует Они видели Что эта организация существует Они видели бумаги Какие-то Ну это для них Являлось какой-то там гарантией Ну условно говоря Даже Это Гипотетически Пускай будет Они не работали Эти гарантии Но они для них являлись И на основании Этого Люди доверяли И платили Правильно Давали деньги А тут у меня вообще никаких нету Ни гарантий Ничего вообще И получается Что я отправлю эти деньги Ну вообще В воздух Понимаете Я так как бизнесом занимаюсь Я так не привык работать Если для вас проблема Увидеться на полчаса Я вас Ну мы пообедаем Или поужинаем Я вас еще отблагодарю Так это не проблема Подождите Так Слетится на полчаса Там есть 5 Там есть 5 Там есть Есть веб-трейдеры В общем Это разные платформы Они по-разному выглядят То есть нужно ознакомиться Понять А может неудобное Ясно Татьяна я просто Татьяна прошу прощения Да Татьяна прощения О чем договариваться Да Татьяна Поэтому я Ну чтобы и ваше время не тратить Если для вас Проблема встретиться со мной Ну для активации То тогда нам просто Ну не по пути Потому что Ну я Так Это самое Сейчас Я вас попрошу тогда Отправить мне карточку клиента Ну карточку вашу Да Тогда я буду сейчас Узнавать что за компания Там и так далее И тому подобное И это тоже Понадобится время Мы больше потеряем с вами времени Чем полчаса Мы с вами за ужином Активируем счеты И проблем никаких нету Понимаете? Хорошо Давайте так Я вам сбросила ссылку на компанию Так Это официальный сайт Новостного портала Который подкреплен под регулировку То есть эти компании проверены Так Также сможете зайти на другие какие-то ссылки данной компании То есть посмотреть там на других сайтах отзывы Или что вы там хотите А потом в конечном итоге Если вас все-таки заинтересует И вы поймете Ага Договор встречи Долгосрочные отношения У нас начинаются только на длительный срок Взаимоработы То тогда можете мне отписать Какие у вас появятся вопросы Я вам да отвечу Понятно Но на данный момент Все что я могу предложить Это только тест-драйв Хорошо Татьяна Вы мне можете сразу Чтобы я там не искал на сайте Карточку клиента Вот карточку клиента Выслать мне Какую карточку клиента? Ну у вас есть карточка клиента То есть ваша Ну Вашей компании карточка Вы компанией отправляете Карточку клиента? Что за карточка? Нет Не отправляем Не ну как Расчетный счет там Ну все данные Вот эти ваши Свои данные? Ну да Ваши данные Зачем? Ну как Ну я заключаю Я когда работаю с клиентами Они мне отправляют Карточку клиента Чтобы я видел Их все данные А я им отправляю Свои данные Мне нужны ваши данные Вы это делаете сами Я понял А мне Ну А мне ваши нужны Вы переводите деньги На свою банковскую ячейку Я понял А Татьяна А вы не Свой банковский счет Вы в России Вы в России Не зарегистрированы Получается Правильно Компания наша Зарегистрирована В России А Зарегистрирована Не У нас филиал Филиал А ну то есть Мы зарегистрированы У нас просто Идет офис В городе Москве Так Из-за того что Нужны русскоязычные Представители Сама компания Зарегистрирована В Лондоне Так как она является Британской компанией Я понял А филиал Он относится К этой британской компании Или он просто Сам по себе Как вот допустим Менеджеры Просто там Сделали себе Тут Просто название Какого-то Какое-то Он относится К этому Этот ваш офис В Москве Относится ли К компании Или не относится Это я даже не знаю Нет я имею ввиду В компании В Лондоне Да вы говорите Они знают Что вы тут работаете Под их маркой Или не знают Так они Ну я говорю У вас есть Или просто Могу отправить Деньги на расчетный счет Вот если мне Если мне удобнее Расчетный счет Допустим Пополнить Со своего Расчетного счета Я не могу Этого сделать У вас Так Алексей А ну давайте Минуточку Я сейчас Да Уточните Что Могу ли я перевести На свой С расчетного счета Своего Вот это Хорошо А ну сейчас Буквально Две минуты Да 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 Смотрите Расчетными счетами Так не получится Вы должны переведить Только на свою карту Объясняю почему А потому что Слишком большое Налогообложение И мы так из-за этого Не работаем Все понятно Потому что Таким методом Да По 30% налогов Можно платить Из-за того Что вы сами Заработали свои деньги Хорошо Татьяна Я тогда Посмотрю информацию Которую вы мне отправили Вот Если будут какие-то вопросы Я вам Это самое Напишу И Только в режиме СВС Когда мне будет Более свободного времени Тогда сможем Назначить Следующий Следующий Так сказать Созвок Да Если вы Если вы мне отправите Свою карточку Клиента Ну я вам сказал Что это такое Это юридическое название ИНН ОГРН Расчетный счет Ну что-то из этого Если отправите Будет это только плюсом идти Мы не работаем Мы не работаем С расчетными счетами Нет Нет Я сейчас не говорю Я понял Я понял Что Мне просто данные Данные Юридическое название Филиала В Москве Которое есть ИНН ОГРН Вот И Алло Да Вот Поэтому Если у вас будет Полчаса времени На меня Я вас отблагодарю За эти полчаса Слушайте меня Да Вы можете быть направлены Только на Тезраю Так как образования У вас Финансического Нету У вас Финансового Нету никакого Да Финансового Я понял Да Татьяна Я вас понял Хорошо Тогда Ну я просто Это самое Вам сказал Что если Вдруг У вас будет полчаса То мы это сделаем В течении 15-20 минут Активируем счет И начнем работать Я вам объясню Да Да Я понял Я понял Татьяна Хорошо Хорошо Я вас понял Мне Мне хоть Тезраю Хоть не Тезраю Понимаете Так я хочу Я хочу им стать А вы мне Если вы хотите Стать нашим Гринетом То нужно Соблюдать правила Так же как вы Соблюдаете законы Российской Федерации Это одно и то же Ну У меня просто Поймите У меня в бизнесе Все сделки Делаются При встрече А вот поэтому Мне пока Это непонятно Да Вы хотите узнать Всю эту информацию Только потому Что вы боитесь Потерять свои деньги Конечно Конечно Вот Так О какой сумме В размере 5000 долларов Мы можем с вами Разговаривать Если вы боитесь Даже 200 долларов На Тезраю Попробовать Я не боюсь Так если вы Не боитесь Что Так мне Мне просто Мне Чупайте изнутри Когда вы Заработаете Первую прибыль И почувствовать Ее Какую прибыль Татьяна Какую прибыль Какую прибыль О какой прибыли Мы говорим С 250 долларов Да мне это Не интересно Мне это Не интересно Поймите Неинтересно вам Сразу же 5000 Да мне вот это Вот эти Татьяна Вы немножечко Не понимаете Татьяна Вы немножечко Я вас понял Хорошо 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 Татьяна Ладненько Я вас понял Хорошо Я вас понял Я изучу информацию Если что Если что Вам позвоню тогда До свидания Если что До свидания Алло Удобно Или не очень Да 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 Я вот думала По поводу Нашего с вами Разговора И Вот реально Интересная ситуация У нас Точно И все время Обсудить Или лучше Не тревожить Ну да да Пока Есть Хорошо Смотрите Я вообще Не понимаю Вашей логики Вместо того Чтобы проверить Компанию Прикин На тест драйв Активирую Торговый счет Не задействуя Своей толком Средства То есть 10% Вы хотите Сразу же Пожить на счет 5000 долларов То есть Вы вообще Не пережете Свои деньги Вообще Не переживаете В смысле Или для вас Гарантия Это конкретно Личная встреча И после личной встречи Вы готовы На любую сумму Ну Татьяна Ну вы же сказали Во-первых Что эти деньги Которые я кладу Это я кладу На свой счет Это первое А второе То что я Не обязательно Буду На все деньги Сразу Работать Я могу При необходимости Их и обратно Совершенно верно Так какие проблемы Понимаете Что что Да нет Проблем то нет Просто я не понимаю Вашей логики Это нелогично Нет Мне Вместо того Чтобы изначально Проверить И прийти на международный Стандарт Минимальный Вам лучше Класть Сразу 5000 долларов Я понял Я понял Татьяна Мне Мне вот эти Вот там 5000 Там 3000 Мне Вот я честно Говорю Мне вот это Вот Ну Без проблем Как говорится Тут Основное Основное Является Основное Является Основное Является Татьяна Мне вот это Важно Мне важно Чтобы я Просто Просто Посмотрел Я вас Я Татьяна Послушайте Меня Послушайте Меня Татьяна Подождите Ну сейчас Давайте 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 Смотрите То есть Правила Вы считаете Что нужно Нарушать И вы считаете Что если у нас Будет личная встреча То я вас Не смогу Обмануть Если я этого Захочу Я думаю Нет Конечно Вы ошибаетесь А как вы Меня обманете В смысле Как Но я вас Увижу Вы меня Увидите Как вы Меня Обманете Я вас Я вас Но Нет Но Они заключали Договора Подождите Заключали Договора Руки Жали На камере Снимали Друг друга На камерах Это происходило И что Но я же Вам деньги Я же вам Деньги Татьяна Я же вам Деньги свои Не передаю Я кладу На свой Счет Да Именно Конкретно На свой Торговый Ну Так я же вам Деньги Не даю Я не понимаю А как вы Меня можете Обмануть Как вы можете Меня обмануть Если я Кладу на свой Счет Хорошо А как я Вас могу Обмануть Если Мы с вами Не встретимся А в онлайн Мне просто Физически Увидеть вас Что вы Есть Что вы Но это Мне Даст Определенные Гарантии Доверие Вам И все Больше Ничего А что я Живой Человек Конечно По вашему Я Разговариваю Как робот Нет Ну может Вы Вообще Не работаете В этой Компании Откуда Я знаю А так Вы Если Работаете Вы Жмите Только Если Я работала Не в этой Компании Разве У меня Был Доступ К Финансовому Департаменту И Разве Я могла Бы Святаться Со всеми Банками Которые На Российской Федерации Территории Ну Татьяна У меня Такой Внутренний 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 Регламент У меня Такой Я все Дела Делаю При встрече Ну Тем более Если Вы В Москве Находитесь Такие проблем Я вообще Не понимаю Во-первых Потому что Я не собираюсь Каждым Своим Клиентом Встречаться Лично О какой бы Суме Не шла Речь Потому что Это метод Моей Безопасности Так как Я располагаю Внутренней Инсайдерской Информацией Во-первых Как Вы можете Пострадать От меня При встрече Просто Объясните Мне Я просто Не понимаю Наверное Элементарно Когда я Работаю Онлайн То я Понимаю Что Моя жизнь Застрахована Хотя бы Тем Что Никто Не может Ввязаться В мое Личное Пространство Если Мы С вами Средимся Я Вас Не знаю Так Вы Еще Говорите Что Вы Меня Отвезете Домой Во-первых Я Замужем У меня Двое Детей Это Уже Некорректно С вашей Стороны С другой Стороны Вы Еще Увидите Где Я Живу Может В гости Ко Мне Придете Татьяна Если Во-первых Вы Мне Татьяна Татьяна По поводу Некорректности По поводу Некорректности В мой адрес Я не принимаю Потому что Вы мне Не объявляли До этого Что вы Замужем Я вас Замужнюю Не приглашал Замужем Или нет Ну потому что Вы сказали Что я вас Приглашаю Это некорректно Потому что Вы замужем Я вам и говорю Что в этом Нет ничего Противозаконного Здесь нет Ничего Логичного Вы сами Себе Ну как нет Если вы такой Занятой человек Если вам Некогда Терять время На пообедать Если вы Добираетесь Домой Своим ходом На такси То я просто В качестве такси Мог бы предоставить Вам свои услуги Что за время Дороги Вы же мне не говорили Что за рулем А я вам предложил Ничего в этом нету Предусидительного Предусидительного Понимаете Предусудительного Я понимаю Какая гарантия Встречи Может быть При работе А гарантия такая Что просто Я вас увижу И для вас Если вы Допустим Если Да 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 У меня есть И Тинькофф И другие О У вас есть Карта Банка Тинькофф Хорошо Вы приезжали В отделение Вы видели Специалиста Когда вы Забирали Свою карту Он ко мне Приехал сам Сначала Подписали договор Он ко мне Приехал сам Подписали договор Поставили подписи А потом В отделении Когда я приезжал Я тоже В отделении Банка Тинькофф Не существует А так не существует Так я встречался С живым человеком Непосредственно С представителем А карту вы заказывали Как Онлайн режим Мне позвонили Вот как вы Предложили Я говорю Проблем нет Подъезжайте Они подъехали Договор подписали Я увидел Представителя Представитель У нас Когда вы Приходите На долгосрочные Отношения Ну вот Вот В этом А ну значит Мы не подходим Потому что мне Татьяна Если Если для вас Проблема Это увидится Я понял Я понял Значит вы Просто поймите Алексей Что вы так Ни с одной Компанией Не начнете Ну я со всеми работаю Я уже 15 лет Я 15 лет Так работаю Это совершенно Разные сферы Не путайте Одно с другим Я понял Это молоко Это кисель Понимаете Я понял Татьяна Я буду изучать И буду теперь Просто я эту тему Не знаю Я поэтому Буду сейчас изучать И думаю Буду Вы ее никогда И не узнаете Почему нет Говорится Что вы для начала Должны изучить Прощупать это Изнутри Может это вообще Не удач Нет Мне изнутри Прощупать Когда у меня Будет внутри Прощупать Это зайти И проверить Как оно все Обустроено И так далее Как это работает Вообще У вас опыта Не было Опыта элементарно Не было Так как вы вообще Можете знать Что вы справитесь Или не справитесь Подходит это вам Или нет Если у вас опыта Не было Чем вы руководствоваться Собрались Ну я руководствуюсь Интуицией Интуицией Конечно Интуицией Да Я вообще не знаю Как у вас тогда Своё предприятие есть Если вы Ой Татьяна Давайте вот эти Не знаю Вы не знаете А я знаю Вот этого не будем Обсуждать Хорошо Интуиция Конечно Какой кошмар Ладно С вами все понятно До свидания Ладно Хорошего вечера Да До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok